В мире это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Первый день весны это уже праздник, а в семье Константина Меладзе это двойной праздник, ведь в этот день семья праздновала день рождения дочери Константина от первого брака Лии. Девочке исполнилось 14 лет, а в этот день она получила множество поздравлений, подарков и положительных эмоций. Вера Брежнева, которая является мачехой для дочери Меладзе, публично поздравила девочку в соцсети. С днем рождения принцесса, написала Вера ближе к вечеру. Лия опубликовала слова благодарности в адрес всех поздравивших ее людей. Отдельно отметим, как она признательна папе и маме Яне, а вот мачеху, с которой она поддерживает общение, отдельно не поблагодарила. На что обратили внимание поклонники Брежнева. Не хочу много писать, я просто хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Ну и особенно тем, кто поздравил и делал для меня этот праздник. Мамуля, папуля, всем-всем-всем любви, целую и обнимаю. Ответила на поздравление Лия. Впрочем, возможно, фанаты Веры торопятся с выводами. И дочка Константина поблагодарила мачеху в личном сообщении. Кроме этого, пользователи сети Инстаграм обратили внимание не только на приветствие, но и на то, как девочка растет настоящей красавицей. А также Лия обладает талантом к пению и танцам. Скорее всего, в будущем девушка будет покорять большую сцену. Хотя и Костя Меладзе рассказывала, что она не хотела бы навязываться как дочь своего папы. Но если у детей будет желание к этому, то артист будет только поддерживать и помогать во всем. Я хочу быть певицей и актрисой. Думаю, я буду очень популярной в шоу-бизнесе. Больше хочу быть певицей, чем актрисой. Кстати, папа пообещал, что напишет мне песню. Поделилась Лия Меладзе. Кроме того, девочка призналась, что хотела бы поучаствовать в талант-шоу на телевидении. Но, увы, родители отказались. Они сказали, что они против. Я собиралась, но потом мама и папа не разрешили, сообщила Лия. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. А также не забудьте... Субтитры создавал DimaTorzok